Дедовичская электростанция А это провода, которые идут от электростанции Надо поднабрать немножко Мостик железнодорожный Мостик автомобильный И высоковольтная линия По дорожке, если что, можно сесть На линии проходим Теперь можно сбросить Чтобы покрупнее поснимать Водосброс-то закрыли Какая-то хилая струйка там течет и все Наверное, воды мало Здесь какая-то станция насосная Поднимает воду на несколько метров Запрещается ходить по льду Запятая купаться Хорошо По льду ходить не будем Берег-то какой-то совсем Негостеприимный В случае отказа мотора-то Надо, наверное, На тот берег Перебираться Здесь-то дома Один хрен, здесь некуда А вот там уже Такие Практически поля начинаются Поэтому Лучше к тому берегу поближе На всякий случай Так, там что за баржа? Какая-то баржа Придется возвращаться Опять на тот берег Потому что Я же не могу пролететь Мимо баржи И не поснимать ее Правильно? Это, наверное, не баржа Это, наверное, Рыбий детский сад Рыбу, наверное, здесь выращивают Я так думаю Ну да, вон, сачки какие-то Сети Все культурно И, кстати, рыба там есть Потому что плескается Возвращаемся обратно На правый берег По крайней мере Поближе к нему Вот так вот На всякий случай Хрен знает Какая тут глубина Может, тут не по колено Может, тут по пояс Поэтому Рисковать не будем Ни одного водного мотоцикла Прям даже скучно Не с кем Полетать над водой А не лодки весельные Поснимать решил Вон, пристань сделана Водочка моторная Деревенька Раз, два, три Четыре Четыре дома Деревенька, четыре дома А, вон там еще два Хорошо, шесть домов Деревенька, шесть домов С Аистом Шесть с половиной домов И тут же на Пережочке Своё кладбище Где жил Там и похоронили Ну, а что далеко возить-то Место красивое Вон на другом берегу Еще деревенька Вот такая она Проза жизни Живешь, живешь А потом раз И не живешь Да Будем жить Пока живется Будем летать Пока летается Большая деревенька Я думал, шесть домов А тут вон сколько Кладбище-то, наверное, общее Они персональные Той деревне А вот и проводочки Пока ма-ля-ля-ля Вот так вот Надо вперед посматривать иногда А то можно Сюрприз устроить Ну что ж, пока выключаемся Смотрите Как прикольно смотрится Здесь, наверное, деревья росли Вода затопила Кстати, еще одно кладбище А здесь-то чье? Здесь вообще никого нет На лодке, что ли, возят В мир иной Вот Одни пенечки остались В воде Деревья-то уже все Погибли Против солнца Ни хрена не видно Сейчас зайдем по солнцу Поснимаем по солнцу А вон провод идет Вдоль берега Провод задевать не будем Развернемся до провода Вот пенечки Субтитры подогнал «Симон» 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 Речка пошла налево, здесь у нее какая-то другая впадает, а нам надо прямо, вот куда-то туда, куда-то туда, должна быть дорога, вон дорога, которая, а вот она. Она идет, а потом поворачивает под 90 градусов, вон там вдали виден поворот, сейчас мы на него долетим, вот такая красота, надеюсь против солнца видно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот тут еще какой-то отвод водяной, а вот она дорога, поворачивает на 90 градусов. Вон там, а вот тут какая-то, какая-то тусовка, а что тут за тусовка? Какой-то памятник, какой-то памятник. Посесть тут, наверное, тренанет. Да, наверное, не получится. Может только снизится. Толея глубокая, деревья, нет, мне тут не взлететь и не сесть. Какой-то памятник, какой-то памятник. В интернете поищем, может найдем, что это за памятник. Так, вот наш поворот. Точнее он не наш, он просто ориентир. Ориентир. Вот дорога повернула на 90 градусов и пошла туда. Так, ну вот, я вернулся обратно к этому 90-градусному повороту. С дорожкой к памятнику. На которую мне не приземлиться, к сожалению. На основную-то дорогу тоже не сесть, деревья, деревья, кусты. Да, не получится. Ну ладно, пока солнышко за горизонт не зашло, пролечу в ту сторону. Поснимаем еще вдоль речки. Что тут интересного есть. Вон еще какие-то тычки здесь от деревьев. Получается, раньше речка уже была, раз здесь деревья росли. Выходит так. Подколбашивает под водой. Ну, а то холоднее. Поэтому над ней, конечно, здесь гуляют потоки. Вот еще деревенька. Лодочки. Пристыги. Так, ничего особенного пока. На глаза не попадается. Пока можно выключить. Вот там, видите, впереди мостик. А провода перед мостиком, видите? А я вижу. Вот столбы. А вот сейчас будут провода. Вечером провода очень плохо видно. Вот они. Сейчас, видите? Вот. Вот на моторчике кто-то плывет. Вот мостик. Ну, маленький. Отсюда вижу, что маленький. Нифига мне под ним не поместиться. Ни по высоте, ни по размаху крыла. А жаль. А жаль. А жаль. Можно было бы снять еще один ролик. Еще один, потому что есть мостик, под который я поместился. Вот тоже тычки из воды торчат. А вот тут дальше провода. Вот. Есть ролик про мостик, под которым я поместился. Он называется мой размерчик. Кто не смотрел, можете глянуть. Что ж они так много провода-то через речку перекидывают, а? Очередная деревня на берегу речки. И очередные провода через речку. Я уже со счета сбился. Сколько их сегодня проводов этих было. А, ну это они перекинули. Вот тут несколько домов стоит на том берегу. Чтобы их запитать. Вот перекинули. Дальше-то провода никуда не идут. Только в эту деревню. Вон, дом не живой. Этот тоже не живой. Развалюха. Один живой. Второй жилой. И все. Вот. А на левом берегу интересно, как они общаются. На лодках? В гости плавают друг к другу. На левом берегу здесь. Повеселее деревенька. Поживее. Повеселее. Вон тут асфальт, даже елка-палки. Даже асфальт. Цивилизация. Длинная какая деревня? Или это вторая уже? Вон дровишки. Ребята тут занимаются дровами. В смысле бревнами. Ну а чем тут еще заниматься? Рыбу ловить. И лес пилить. Не компьютеры же собирать. Чем могут, тем и занимаются. Тут по идее еще мостик должен быть. А, вон он. Ну, к нему даже подлетать не обязательно. И опять провода через речку. Ну, под этот мостик мне тоже не поместится. Я мостики оцениваю только с этой точки зрения. Те, под которые я могу поместиться. И те, под которые мне не поместиться. Пойдем обратно к речке. Какая-то галоша плавает. Ну нет, кусок травы. На бревне, по-моему, растет. Народ по домам сидит. На улице никого нет. На лодках никто не плавает. Снимать некого. А вон там мне лодка вдали. Че-то от нее какие-то вроде как вовны расходятся. Нет, по-моему, нифига не лодка. Ну ладно. Что тут у нас создает волну? И сразу нырять, сразу нырять. Поснимать нельзя. Вот в него нырнула какая-то тварь. Кабанчики, кабанчики, кабанчики. Кабанчики, кабанчики, кабанчики. Кабанчики, привет. Кабанчики, кабанчики. Привет, привет, кабанчики. Вон еще один. Вон еще два. Вон. Небольшие, молодые, значит. Привет! Вот если прыгка не нырнула, точнее, если бы я не захотел поснимать, и кабанчика бы не сняли. Ну ладно. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Наказали меня за то, что кабанов пугаю. Ну а как их снять-то, если не пугать? Опять в комментах будете писать, что я над животными издеваюсь. К вопросу про издевательство над животными. А свининку-то кушаете, да? Ничего? Не елкает, когда за обе щеки шашлычок-то свиной наворачиваете? Про животных-то, наверное, не вспоминаете? О, смотрите, какая экзотика прямо по курсу. Это земляной мост. Из земли мост построен. Я его, правда, уже снимал когда-то давно. Вот, а там вот железное или деревянное, из чего тут водопропускное это сооружение? Железное. Гнилое уже. По такому мосту ездить-то, наверное, опасно. Тут какие-то бугорочки были, сейчас поснимаем. О, видите? Мель посреди реки. Их тут много, вот. Я так думаю, что здесь не сильно глубоко. Поэтому такой земляной мост и не сносит ледоходом весной. Потому что ледоход, наверное, тут хиленький. Вот там еще кто-то плавает на воде. Сейчас опять, наверное, нырнет, не даст себя заснять. Ну-ка. О, о. Уточки. Здесь чайки. О, кактусы такие. Да растут посреди воды. Сейчас развернусь. Да не, а лучше по солнцу. Лучше круголя дать. Поснимаем. Крупным планом. Комнатные растения. Сейчас еще раз развернемся. На малой высоте-то такие развороты чреваты. Поэтому... Вот еще и спутка своя собственная тут болтается. Во! Смотрите, какая экзотика. Вот такие. На бревнах растут. Вон, береза выросла. На куске бревна. На бревнах растут. На березу-то. Вон, береза выросла. Жить-то всем хочется Даже на куски я бревна Ну что тут дальше-то Что-нибудь интересное есть Сухое дерево Одинокое Которое еще не упало Вот видите, остальные уже упали А это еще не упало Но уже сухое Поэтому оно тут еще растет Вот там вдали какая-то деревенька Но пока выключаю Так, деревня кончилась Цивилизация тоже, похоже, кончается Внизу, кстати, уже довольно холодно Давайте-ка мы высоту наберем Ого, вот здесь уже теплее Смотрите, буквально 10-20 метров И уже через экран-то, конечно, не передать Ну уж поверьте на слово Здесь прям По сравнению С надулатным положением Здесь прям жара Елки-палки Речка кончилась Вы смотрите, докуда я долетел Я долетел до конца речки Точнее говоря, наоборот До ее начала Вот тут она Из этого полота и вытекает Вот таким вот тоненьким ручейком Какая тоненькая Вот Это, собственно, наверное, уже Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев Это уже Новгородщина А не Псковщина Я так думаю Надо будет по карте, конечно, посмотреть Вон очередная охотничья засидочка Вот она Вот здесь уже холодно Еще не доделано Или наоборот Которая разрушаться ночевая Береза, береза, береза Вот, ребята Картошку сеют И кабанчиков отстреливают Так что Вы меня-то Особо сильно не ругайте За пугание кабанчиков Народ вон Спецом Их на ушку заманивает Их ругайте А не меня Ну все Речка кончилась Тут начинаются Ардейские болота Знаменитые Ардейские болота Которые входят В пятерку Самых непроходимых Болот Европы Но здесь, точнее, ничего Вот так, а дальше туда вот Я летал дальше В этот самый В Демянск летал Забыл, как еще там называется Там аэродром Потом напишу Тем самым Надписью на экране Вот так Опа Как аэродром называется На который я летал Вот И лететь на него пришлось Через такое конкретное болото Если бы там мотор заглох Крен по меня там кто нашел Вот тут лесозаготовочки Вон там тоже какая-то деревенька Там, кстати, речка-то на две разделилась Это этот рукав кончился А тот рукав может быть еще и И продолжается Сейчас поднаберем высоты Может быть болота уже будут видны В поиске Начинает закатываться за горизонт Вот, собственно, вот те прогалины Видно, наверное Вот там прогалины Это уже болото Вот спереди, вот там по курсу Вот там Как только деревья не растут Значит, скорее всего, болото Да, вот Ну то же самое Это второй рукав, который разделился Речка-то разделился Вот видите Она здесь тоже кончается Можете на карте посмотреть До куда я долетел Второй рукав тоже закончился Вот там Остатки Роскоши блуждают Зигзагами Ну еще метров 200 И, наверное, там уже Хотя может какой-нибудь ручеек еще По лесу виться Некоторое время Вот тут дровишки приготовили Конечно, не в таких объемах Как китайцы в Сибири Заготавливают Арендуя по 2 доллара за гектар Или по 20, сколько там они Ну, какие-то копейки Знаете, с гектара Сколько нарубить дровишек-то в Сибири можно Кедр-то сибирского какого-нибудь Это вам не Леснючая осина, береза, как здесь Народ себя на хлеб зарабатывает Вы в курсе, что Китай вышел на первое место По экспорту древесины? А вы в курсе, что в Китае Деревья-то не растут Там какая-то херня Произрастает Типа кустов А строевого леса-то там Насколько я в курсе Его там нету Если я ошибаюсь, поправьте Так что вот Китай-то Обскакал Россию На ровном месте А кто-то ему помог Кто-то помог ему обскакать-то Кто-то помог Кто-то сказочный помог ему обскакать Вот еще один мостик Земляной Ну, а я пошел домой Сначала вдоль речки А потом разберемся Вот провода опять Да что ж такое Что ж такое сегодня Проводной день какой-то Вот столбы Вот провода Провода вечером не видны Имейте в виду Провода надо искать по столбам Островочки Тычки Не упавшие деревья В общем, ничего красивого Ладно, выключаемся Вот видите Солнце село Закатилось за горизонт Но его можно обратно выкатить Если дать газу Попробуем Вот краешек показался Вот уже серфик Высота 100 метров Кому не видно Вот приборчик Дорожка какая-то пошла Да, слушайте, полностью выкатить, наверное Опоздал я с полным выкатыванием Надо было это Минут 20 назад Такой эксперимент ставить Тогда, наверное Получилось бы выкатить 200 метров А еще даже половина солнца Не выкатилось Попробуем увеличить скороподъемность Отдав ручку от себя Много отдал Упал немножко скороподъемность Перемало Не, ну вот где-то так Где-то так Неудобно, правда, держать Трапецию На вытянутой руке Ну, сейчас до 300 метров Догоню Так и выйдешь Вот, 300 метров Блин, уши заложило Ну, а солнце на треть Удалось мне выкатить обратно Ну, да Немножко опоздал я с выкатыванием Ну, хотя бы так Панорамку дач Вот земляной мост Вот речка Вот болото Ртейские Погуглите, кому не лень Ртейские болота Там, кстати, на болоте есть Ртейский монастырь Его сейчас восстанавливают К нему летом вообще не проехать Здесь только на болотоходе каком-нибудь Поэтому к нему ездят зимой И там же ранней весной происходит Парапланерная Мото-парапланерная тусовка Тоже можете в Ютубе По-Ютубить Там много роликов с этой тусовки И монастырь Зарто посмотрите Вот такая монорамка Солнышко опять начинает прятаться Даже на высоте 380 метров Упорно уходит за горизонт Слушайте, такое впечатление, что земля все-таки крутится Раз солнце за горизонт уходит Значит, земля все-таки крутится 390 метров 400 метров Ладно, выключаем, а то ролик слишком длинный будет Да, а как вы думали? Вот так и происходит Полет обратно Туда Летим, снимаем что-нибудь красивое Обратно вот просто сидишь И тупо ждешь Когда аппарат долетит до дома Рулить не надо Летит сам Я говорю, рулить не надо Сам летит Слышно, нет? Все само Автопилот Вот Поэтому Вот так Вы-то этого не видите А я-то это в каждом полете вижу В одну сторону лечу Что-нибудь поснимать Что-нибудь порассказывать А потом Долго-долго летим домой Не скажу, что это скучно Летать Скучно не бывает Розовое Закат Небо голубое Звезд пока не видно На горизонте дымок Что-то полят Внизу лес Цивилизации нет Сиди Наслаждайся пейзажами Вот так вот Обратная сторона медали Туда летели Было красиво Разнообразно И познавательно А обратно Сера Монотонно Долго Ну вот С вами поговорил Несколько минут Провел Не скучных Ну а пока Опять выключаемся Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...